Ламповая рубрика Лайлисты опадают, а мы играем в Вархаммер Напоминаю, что в первых двух частях мы там как-то пытались бороться с лайлистами Но в принципе просто бодались на ровном месте Однако каким-то образом умудрялись выигрывать И вот это сюжетно нас привело к третьей части Ну что, поехали, ёпта? Продолжается наша кампания Сил добра против сил зла Как всегда, миссия всесожжения Остановка четверти Это вот наши орки Две ринки с плагами Остальное всё в резерве Здесь всё, сила зла, всякая ерунда Баалы Уберцы нас посетили наконец-то И как всегда куча проксей каких-то Пушечка жёлтенькая А, это тот день, когда я впервые познакомился с Михаилом Но не с тем, с нашим Который при галстуке с добродушным лицом Но чёрной душонкой А тот Михаил, который фигурировал в четвёртом, по-моему, видео Как играть в Вархаммер Как происходит партия Это тот парень, который дал своё ИГ Чтобы я показал, как вообще, в принципе, играть в Вархаммер И вот он здесь впервые появляется И его войска ещё в светло-зелёном, светло-коричневом грунте И он правил толком ещё не знает Постоянно смотрит в кодекс Чё-то ошибается, а мы и не понимаем Потом он после этого тура говорил Что половину правил вообще неправильно сделал Ну, естественно, Капа прокинула перехват инициативы И сейчас она будет расстреливать Закончился первый ход сил зла Вот эти прокси-пуррифайеры взорвали мою ринку Пацаны высадились Здесь всё единички-двойки кидали пацаны Наша имперская гвардия объявила приказ Стрелять там всем Но они забыли, что здесь ровно 24 дюйма Потому что никто не двигался First rank fire, second rank fire Но в пятёрочке ты сначала заявляешь стрельбу А потом меряешь Достал ты или нет? Да, так было в своё время В шестёрке только это изменили И разрешили мерить, когда хочешь И все стали играть вот это вот вымерение Значит, ну понятно, здесь ты столько пройдёшь Вот настолько ты можешь пострелять Значит, я стану здесь В пятёрке И до неё нужно было развивать глазомер Понимать, например, ага, здесь 6 дюймов Здесь примерно 12 Вот так вот сложно было играть И это как бы симулировало то, что ты как бы командуешь войсками Но ты не там Ты не на поле боя И как бы точно не можешь оценить расстояние И особенно поначалу это было то ещё развлечение Когда ты ещё не привык к размерам Не можешь точно на глаз определить Сколько здесь дюймов И как бы такой Ну я стреляю Померил Не достаю Парам-парам-пам Но в принципе здесь не совсем эта ситуация Потому что человек просто забыл подвигаться И, соответственно, в любом случае Его парни не доставали Им хотя бы на миллиметр нужно было вперёд пройти И первому ряду, чтобы стрельнуть на 24 Но как бы нет Первая партия у человека И в целом, да Перехват вот для конкретно этих пацанов Которые как-то странно В середине затыкают эту дырку в заборе Потому что там почему-то кратер Ну, видимо, как раз сломал забор Наш выстрел Решили имперским мясом эту дырку заткнуть Здесь у нас оторвало пушку Убили одного чувака И две раны повесили всякие негодяи 15 сорков убили Пятёрка Перехват Не так много стрельбы, как восьмёрки Но всё ещё неприятно Периодически это переворачивало партии Да, ну вот как бы Перехват есть перехват И Копчан, который с нами всё ещё играет на тот момент Я даже не помню, на какого момента Она как бы крутилась где-то на орбите Вот негодяйствует Кидает шестёрки на перехват Ай-яй-яй, Копчан Ход сил добра Мои плагмарины бегут от рынка На шесть прошли, на шесть пробежали Заметили, да? В прекраснейшей антишаблонке Идут вперёд Ну, чтобы там всякие ТФК Свои шаблончики накладывали Но любой шаблон максимум одного парня поражает И всё Давай, накидывай Эти времена, конечно, давно ушли У нас совсем другие радиусы Теперь мы не шаблоны от выстрелов меряем А как бы радиусы от обилочек То на то, в принципе Но, да, возможно, стало проще Но я, кстати, не уверен Опять же, замена шаблонов на Д-шестые Которые в восьмёрке, как мы видим Никак не меняются Только чуть-чуть рандом убирается Это одна из более неприятных ощущений старпёров Орки тоже бегут На три они смогли прибежать Ринка здесь на двенадцать проехала И про турбо пустились наши велосипедисты Почти баллы сейчас там будут лежать в уголке Орк, кстати, тот же самый, который с первого этапа с нами Вот в этом нелепом покрасе Как видите, у него всё, не пойми чего И вот тот вагон, который где-то там участвовал На каком-то этапе такой весь размалёванный Это тоже его было Это не Трор У Трора прям вкусненько всё было покрашено Второй ход сил зла С края стола вышли скауты Никаких скаут-мув Честный обход Это всё ещё топ-правил Когда ты кидаешь на один-два, ты выходишь слева На три-четыре справа А на пять-шесть где хочешь Вот парни вышли справа Сейчас из своих снайперов Которые, по-пойму, всё равно хэви И сходу стрелять не могут Так что на следующий ход Куча саной стрельбы Убрали кучу орков Убрали половину отряда плагов Иммобилайзили нашу ринку Иммобилайз транспорта Кто из вас помнит такие реалии? Когда ты едешь, 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 едешь И вдруг твой транспорт Который вроде как не сломался Всё ещё защищает тебя своей бронёй Но как бы дальше ехать не может Потому что что-то там оторвалось И ты сидишь такой размышляешь Ну, вроде как надо вылезать Потому что как бы всё Дальше я никуда не двинусь Но если я вылезу По мне начну стрелять Мне будет больно И периодически реально ты как бы не вылезал Ждал, когда ситуация на столе изменится Может противник подойдёт Туда сможешь выйти и подчарджить Потому что ну как бы ты просто понимаешь Что вышел У тебя какие-нибудь пацаны в 3+, Которые встали под какую-нибудь стрельбу И как бы до свидания Лучше их оставить в ринке Возможно где-то спрятать, отойти Но да, сейчас транспорт только ломается Когда полностью ломается Рассыпался, вывалился И никаких решений принимать не надо Ваха 8-9 Редакция всё решает за тебя Убрали пару мотоциклистов А у них по-моему 4-й ковёр Потому что у них какое-то правило Насчёт дыма валящего из их труп И он типа даёт им ковёр Насколько я помню Пацаны дошли Орки добежали до имперской гвардии Убили всех, кроме одного Он спасается бегством Потеряли одного орка Типичная встреча пятна орков С полутуном и гешников У них там инициатива Хотя, по-моему, у гешников третья инициатива Была всегда Орков вторая Но на чердже у них четвёртая сила Они на 3 плюс пробивают Плюс какая-то бешеная гора атак И, конечно, бедные гешники Просто по результату начинают бежать Хотя вот не свипнули Но опять же, потому что вторая иня Напоминаю, что свипнуть Это когда ты в ближнем бою Проваливаешь ледак И ты меряешься с противником инициативой Причём кидаешь кубик Если твой результат больше, чем у противника То ты как бы можешь отступить А если меньше, то твой отряд Сколько бы там моделей не было Ну, там, помню, были случаи Когда на Апоке огромное пятно В столе в 200 Некрон Ворьеров Им набили на результат Они провалили ледак И свипнулись просто всё поле Ну, то есть там убили, не знаю, 5-10 Некрон Ворьеров Херакс 200 моделей со стола Вот такая редакция была Здесь Дефайлер вышел Дефайлер вышел! Я вам говорил, что я решил Добавить хэви-суппорта в свою армию И единственное, что было на полке Это дефайлер Я купил его Кстати, сейчас невозможно Сейчас Дефайлер Это веб-эксклюзив Ты должен заказывать ОГВ Или как-то там через посредников А тогда просто О! Ну-ка дефайлера Я его там по-быстрому собрал Красиво покрасил После того он кучу раз падал Ломал всякие торчушки Которые у него По всему корпусу идут Ну, вот он Буквально новенький здесь С пылу с жару Красавец мой Долбанул 8 Снёс Осолдников Одного, правда Своего Марина Достал Вот уж чудо Так уж чудо Как так Я смог целый отряд Одним выстрелом убрать Плюс ещё Своего пацана задел В девятке такое, конечно же Не встречишь А всё потому, что были шаблончики И я Из главного орудия Из этого вот носа Поставил этот большой шаблон Прямо поверх этого отряда И там все Помните Сгрудившиеся были И как бы Там нужно было только пробить Видимо, я без Без колов обошёлся Потому что там была Восьмая сила на этом шаблоне У пацанов Четвёртая Тафна Значит, на два Плюс И как бы Третья АП Значало, что их силовая броня Попросту игнорировалась Как бы я хорошо пробил Отряд убери Вот Это была стельба Ну и видимо Всё-таки шаблон Немножко сместился Назад Напоминаю Ты шаблон ставишь Но после этого Кидаешь 2D6 И скат И по стрелке Он как бы начинает На 2D6 Смещаться Но правда Из этих 2D6 Нужно сначала Баллистик вычесть В случае дефайлера Это 3 То есть там 2D6 минус 3 И смещаешь Только если у тебя хит Выпадет Тогда шаблон не смещается Это была классная механика Правда Я её любил Я скучаю По ней Потому что это реально Отображало стельбу Вот такими вот Снарядами Разрывными Которые разносят Всех к чертой матери А сейчас что В девяточке У нас 11 моделей Можешь кинуть То есть можешь не кидать Вот так вот Против Классных шаблонов Плаги постреляли Все чарджами Убрали А ну видимо Все таки Не всех убили Там либо шаблон Не всех задевал Потому что Ну сколько моделей Под шаблоном Столько ты ран кидаешь Или я все таки Где-то колов накидал Но остатки Подчарджили Плаги И убили Рядом с ними Упали Крашеры Сейчас будут Всех пороть Наши вторые Плагомарины Высадились Постреляли Дошли Убили Троих Здесь серых рыцарей Двое побежали В страхе И уже не восстановится Потому что Рядом Есть Вражеские модели Помните Вам задвигал Про это Если рядышком С тобой Кто-то там В шести Помимо дюймов Бежит враг То Ты не можешь восстановиться Даже Если ты не знаешь Страха Спейсмарин Саны Здесь где-то Были два танка Но Велосипедисты До них доехали Разобрали эти танки В общем Слава хаосу Что-то это Первый этап Где мы прям Разрываем Противника Ну то есть У нас Перехватили Там Кого-то убили Пофиг дым Там Орки дошли Плагмарин Дошли И ХТХ наваливает Даже в пятерке Где они Не были Настолько Хотя В чем настолько Просто Они не были ХТХ ориентированными Да Там У них Были Чумные ножи Которые Пробивали Всегда на 4 плюс Потому что Это был Поисон вэпон И все Но Это опять же Там Две атаки Срыло Снайпера Убили здесь Одного крашера Потом В этих крашеров Крейнайты Пытались Чарджиться Всех Потеряли Наши крашеры К пушечке Убегают Надеюсь Вы догадались Что крашер Означает то Что Костя РВК Все еще с нами Где-то там На заднем плане Вывел своих пацанов Но видите У нее пока На столе Не очень много демонов Видимо Плохо прокидывает Резервы Сейчас Дождемся Как бы А не дождите Какие резервы Это же первый ход Наш только был Да Или Подожди Второй Это третий ход Да Было два хода Соответственно Почему-то на первый Он никого не выводил А наверное Правила были Компании Так вот А потом Стал кидать резервы На 4 плюс На второй ход Только крашеры вышли Здесь мы потеряли одного Еще Плагомарина Чемпион остался Плагомарина Кстати на тот момент Фирлисный Ледак не кидает Но В ближнем бою Несут потери Потому что Фирлис тогда работал Как сейчас Обычный Ледак Если ты проигрываешь Вот столько еще Ран Или по-моему Просто модели Ты выбираешь И все Но зато В любых других ситуациях Они как бы Не залегали Не отступали Как бы Фирлисные чуваки Потом По-моему Шестой Седьмой редакции Фирлис вообще Как бы Без каких-либо Потерь проходился У тебя Не надо было Чего убирать И вот Как бы Восьмерки Всех превратили В фирлисных чуваков По старой Пятерочной схеме Значит Это Семенные орки Которые бегут К сожалению После Фазы стрельбы Семенные орки Похоже С нами еще Семен О котором В будущем Будет много Чего Рассказано Это Начальник Мой Со стороны Игр Еще Я как Там Все начальство Подсадил Со стороны Игр На Ваху Правда Большей частью Они уже Убежали Хотя Семен Вроде Где-то Там Поигрывает Своими Ребятами Но да Начинал Он с орков Потом По-моему Были Тао Вообще Он поскакал По разным Армиям И в результате Ваху Прошел И как бы Из Вахи Вышел Стер ее С винта Здесь Вышел Крузак Вражеский Вышел Каких-то Пацанов Они что-то Пытались Там Убрали Мотоциклистов Босса И драка Тут идет Один Грейнайт Против Доктора Подождите Каким образом Грейнайт Восстановился Или он Не восстановился А его Байкеры Подчарджили И когда тебя Чарджат На отступление Если ты Ледак Проваливаешь Сразу Убираешься Если Ледак Прошел То Начинается Битва По-нормальному Так что Возможно Здесь Орки Чтобы на следующий ход Уйти за край стола Типа такой Окей Я подерусь Вопросов нет Здесь Никаких изменений Здесь тоже Мой Дефайлер Замечательный Иммобилайзнутый Дефайлер Иммобилайзнутый Зуга Но только я Вывел Поиграть Этого парня А он тогда Действительно Как бы Может Пострелять Нормально Ну вы видели Долбанул Так долбанул Еще и в ближнем маю Можешь навалять Но Иммобилайзнутый И в отличии от Ринки Где я говорил Что типа Ничего не происходит Потому что можно было Шестерку кинуть И иммобилайз Починить Этот парень Уже Как бы К сожалению Ничего не сделает Но Вплоть до Третьего результата Он все игнорит Потому что у него Демоник пассешн Внутри сидит демон Крюшейкин Крюстанет Ему пофигу Но вот иммобилайз Как бы И оружие Тоже Пятый результат Отрывается У него соответственно И нос его И вот эта рука Страшная И риперка В данном случае Ну Как кидаешь кубик На один-два-одно На два-три-другое На пять-шесть Соответственно Третье Вот так вот раньше Можно было по одной пушке Отстреливать у техники Что было в принципе Прикольно Третий последний Победный Ход хаоса Дефайлер Стрелял Скаутов Убил двоих Но ледак Они к сожалению Прокинули Здесь Крашеры пушку Смяли Вышел Солгриндер Практически Всех убил Здесь Девастаторов Один остался Его доел Мой чемпион И Зашел за кавер Здесь орки Порвали еще Других Девастаторов И добили там Грейнайта Плаги А плаги Видите опять же Не мои Плаги Хуан О котором я рассказывал В прошлый раз Такой Странный Рыжий пацаненок Который играл За Нургла Играл так себе Но по кубам Дико Просто ему везло Он участвовал Соответственно В команде Тлен и Безысходность А потом Куда-то вообще Пропал Нафиг Жил он кстати Где-то там Рядышком с клубом На Алексеевской Это клуб на Алексеевской Ну вернее Магазин Хобби Геймс На Алексеевской И я как-то ходил По Алексеевской Зашел в азбуку Труса Которая была Через дорогу И увидел его В качестве продавца В отделе Видеодисков В этой азбуке Труса Я такой Нифига себе Хуан Он такой Ну у меня был выбор Типа пойти сюда Либо в Хобби Геймс Что-то в Хобби Геймс Меня не взяли Поэтому я вот Здесь торгую Дисками Но это было Если не одиннадцатый То двенадцатый год Короче давно И неправ Собственно на этом Наша партия Завершилась С разгромным счетом В пользу хаоса Итак Линия обороны Была прорвана В одном Из своих участков А вон 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 В углу Это как раз Хуанище Смотрите какой Симпатичный Юноша Что могло Пойти не так Не знаю Хуан пожалуйста Если ты все еще жив Если ты смотришь Нас Пожалуйста Напиши на деревню Дедушки Подай знак Нам хотелось бы Знать О том Как развивалась Твоя судьба Поэтому силы Вторжения Уже На поступок В городу И могут Вторгаться В саму цитадель А вот рядом С ним Слева Это тот самый Орк С этими Аляпистыми Орками Который там С первого этапа По моему И до последнего Был с нами Там постоянно Народ тратировался Но вот этот Чувак стойки Был прям как я Общий счет Сейчас составляет 33.67 В пользу нападающих Это было быстро Всего лишь Четыре минуточки Оригинального Ролика Хотя Как вы видели Мы всего лишь Сыграли 3 хода Опять же Напоминаю Это где-то Вечер Какого-то Выходного дня После работы Когда магазин Уже закрылся Мы собрались И играем В эту Новичковую компанию Вот настолько У нас Энтузиазм Горел В пятой точке Ну и это Такая первая Очевидная Победа хаоса В этой компании После которой Конечно Было прям Кайф Ехал домой Такой довольный Да Вот сегодня Мы этим лейлистом Показали Мои плагмарины Дошли Всех там Перебили Мой Дефайлер Вышел Как долбанул Да Эта партия Была Ничего Такие вещи Почему-то Очень важны Когда ты Начинаешь Казалось бы Ну ты Еще толком Ничего не понимаешь Какая разница Выигрывать Проигрывать Главное Набираться Опыта Но тем не менее Когда ты только Начал увлекаться Игрой Все твои чувства Обострены И ты Все воспринимаешь Как-то Ну более Ярко Потом уже Ну победа Ну поражение И то видел И это видел Такое Там Ну да ЕТЦ Выиграть Наверное Как бы Торкнет Один раз Может два А потом уже тоже На автомате Если вдруг Такое случится Со мной Хотя вряд ли Я ЕТЦ Выигрывать Пока не собираюсь Да и не особо хочется Я думаю Что даже сейчас Для меня Если ЕТЦ Выиграть Такой Ну окей Короче Это было приятно И у нас осталось Буквально Два этапа Этой кампании На одном Будет Достаточно Интересно Там мы будем Пытаться Перехватить Конвой По-моему Как раз Последний Пятый Этап А вот Что на четвертом Было Не помню Самому интересно Но мы это Увидим В следующий раз Ты лайк поставил И подвешил Субтитры сделал DimaTorzok